Орлан, Орион, Альтиус, Охотник. Отечественные СМИ в последнее время пестрят сообщениями о прорыве России в создании собственной беспилотной авиации. И да, это действительно так. У нас, наконец, появились вполне конкурентоспособные разведывательные и ударные БПЛА, не уступающие, а в некоторых параметрах, и превосходящие зарубежные аналоги. Кажется, мы успели заскочить на подножку последнего вагона, стремительно уносящегося поезда. Увы, но настоящая гонка беспилотников еще впереди. Давайте зададимся вопросом, а что самое ценное в боевой авиации? Самолет, который может стоить десятки или сотни миллионов долларов? Нет, самым ценным является тот, кто может им управлять, выполняя поставленные военным командованием задачи, то есть, его пилот. Не каждому желающему дано стать боевым летчиком, а процесс его подготовки – дело долгое и дорогое. Новый истребитель можно построить достаточно быстро, а вот заменить погибшего пилота – нет. Даже в мирное время регулярно происходит ротация, летчики выходят на заслуженную пенсию, и потому постоянно приходится готовить им достойную смену. Перед любым министерством обороны стоит первоочередная задача сохранить кадровый состав своих ВВС. И сегодня главным трендом является предоставление пилоту в помощь БПЛА, управляемого искусственным интеллектом ИИ. Ведомый беспилотник должен повторять за ведущим самолетом все его маневры, производить атаки тех же целей. Кроме того, такой БПЛА, созданный по стелс-технологиям и управляемый ИИ, должен уметь первым прорваться в зону действия ПВО противника и оттуда дать целеуказание ведущему истребителю, который откроет огонь, находясь на безопасном расстоянии. При этом сам беспилотник должен иметь возможность дать сдачи, отстреливаясь от самолетов ракетами и работая по наземным целям. В итоге должен получиться очень эффективный тандем из двух летательных аппаратов, управляемых человеком и искусственным интеллектом. Это очень перспективное направление, которым сейчас занимаются все передовые страны. Так, на днях австралийское подразделение американской корпорации Boeing успешно испытало БЛА Лойл Виньман, верный ведомый. Работы над данным аппаратом начались в 2019 году. Его задачей является огневая поддержка ведущего пилотируемого самолета, а также постановка помех. Австралийско-американский БПЛОТ в полуавтономном режиме. Считается, что один самолет сможет одновременно управлять и взаимодействовать с 16-ю верными. Для нас против кого и разрабатывается подобное оружие, это не очень хорошие новости. Однако в России уже готов свой ответ. Это сверхтяжелый ударный С-70 Охотник. Он разработан с применением стелс-технологий по схеме летающего крыла, будет вооружен ракетами, управляемыми и неуправляемыми бомбами. Изначально этот БПЛА создавался для взаимодействия с истребителем пятого поколения Су-57. Размеры Охотника позволят разместить на нем самое современное БРЭО, действовать в связке с самолетом против наземных и воздушных целей. Это означает, что наша страна идет в ногу со временем. И это далеко не все. Несколько меньше на слуху другой перспективный отечественный ударный БПЛА Гром. Его разрабатывает та же компания Кроншташт, что и Охотника. Из ее официального пресс-релиза следует основное предназначение этого штурмовика. Беспилотник Гром применяется в качестве ведомого в передовом эшелоне смешанных пилотируемо-беспилотных ударных авиационных групп. Это позволит сохранить жизни пилотов при преодолении зоны ПВО. Этот БЛА может быть вооружен ракетами класса воздух-земля и корректируемыми авиабомбами калибром от 100 до 500 килограммов. Наш Гром является аналогом американского БПЛА КСК-58 «Валкири» производства компании Кратос Дефенс Энд Секьюрити Солюшенс. Имея взлетную массу в 7 тонн и грузоподъемность в 500 килограммах, российский беспилотный штурмовик сможет взаимодействовать в качестве ведомого не только с малозаметным Су-57, но и с многоцелевым сверхманевренным истребителем Су-35. Выходит, запустив все эти БПЛА в серию, Россия одним гигантским скачком догонит США, Израиль и прочих технологических лидеров, от которых вынуждена отстала в лихие 90-е и нулевые. Увы, все несколько сложнее, чем хотелось бы. Все как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Элементы ИИ в управлении беспилотной авиации – это день сегодняшний, но ближайшее будущее за полноценным искусственным интеллектом, управляющим ударными БПЛА и не только ими. Соединенные Штаты уже не первый год активно работают в данном направлении. Пентагон в 2019 запустил проект под названием Alpha Dogfight – воздушный бой Альфа, где столкнул в воздушном бою человека ИИ. Американская компания Heron Systems со штатом всего в 30 человек разработала самообучающуюся компьютерную программу, которая в 2020 году в пяти виртуальных поединках F-16 из пяти победила в сухую опытного пилота-инструктора. Честно говоря, это немного пугает. Под управлением ИИ-истребитель мог совершать такие маневры, которые человек просто не выдержал бы. В результате его F-16 выходил на более выгодную позицию для атаки и уничтожал противника. При этом программа продолжала учиться на своих и чужих ошибках. Если это станет трендом, страна, обладающая такими технологиями, получит значительное преимущество перед своими противниками. Сегодня БПЛА, завтра беспилотные самолеты, беспилотные танки, беспилотные корабли, беспилотные субмарины. А послезавтра что шагающие киборги, отстреливающие из плазмоганов людей. Вначале назначенных ему врагов, а потом ИИ сам будет решать, кто его враг. Где-то мы нечто подобное уже видели.